Всем привет! В этом видео хочу поделиться интересной информацией, которая поможет вам быстро и легко изучить анатомию. Я расскажу вам об основных видах мышц, плеч и лопаток. Информация будет очень полезна для массажистов и студентов, изучающих анатомию. Итак, поехали! Подлопаточная мышца. Подлопаточная мышца начинается на передней реберной поверхности лопатки. Сухожилие подлопаточной мышцы прикрепляется на маленьком бугорке. Своим сокращением подлопаточная мышца производит внутреннюю ротацию плеча. Мышца отыгрывает важную роль, поскольку удерживает головку плечевой кости в суставной ямке, когда сокращаются другие более мощные мышцы. Надосная мышца лопатки. Надосная мышца лопатки охватывает практически всю надосную ямку. Мышца проходит под акромионом и крепится на большом бугорке плечевой кости. Основная функция надосной мышцы – отведение плеча в сторону. Если вы хотите накачать надосную мышцу, в процессе выполнения упражнения стоит стараться задействовать именно ее, поскольку в большинстве случаев вы будете давать нагрузку на дельтовидную мышцу. Ниже лопаточной ости начинаются две мышцы – подосная и малая круглая. Прикрепляются обе мышцы позади большого бугорка. Большая круглая мышца начинается от нижнего латерального края лопатки и прикрепляется на вершине малого бугорка. Большая круглая мышца расположена рядом с малой круглой. Она является мощным аддуктором плеча. Клевовидно-плечевая мышца. Клевовидно-плечевая мышца начинается от клевовидного отростка. Прикрепляется в нижней трети плечевой кости, ближе к локтю. Мышца помогает сгибать плечевой сустав в горизонтальном положении. Зубчатая мышца. Зубчатая мышца – это большая и мощная мышца. Она начинается сбоку и спереди передних 8 или 9 ребер. Проходя под лопаткой, мышца прикрепляется сзади к медиальному краю лопатки. При сокращении зубчатая мышца тянет лопатку вперед по грудной клетке. Движение называется протрузия. При отдельном сокращении нижних волокон мышца участвует в нисходящей ротации. При сокращении верхних волокон участвует в восходящей ротации. Мышца, поднимающая лопатку. Мышца, поднимающая лопатку, начинается от задних бугорков, поперечных отростков в 4 верхних шейных позвонков. Прикрепляется на верхнем медиальном углу лопатки. Основная функция – поднимать лопатку. Ромбовидные мышцы. Малая ромбовидная мышца начинается от остистого отростка 6 и 7 шейного позвонков. Большая ромбовидная мышца начинается от 1 по 5 остистый отросток грудного отдела позвоночника. Прикрепляются обе мышцы по медиальному краю лопатки. Ромбовидные мышцы приводят и слегка приподнимают лопатку. Для тренировки ромбовидных мышц необходимо выполнять упражнения на тягу веса к грудной клетке. Трапециевидная мышца. Трапециевидная мышца покрывает все нежележащие мышцы спины. Трапециевидная мышца имеет нижнюю и верхнюю часть, которые сходятся на осью лопатки. Верхняя часть начинается по средней линии от затылка и затылочной связки с первого по четвертой грудной позвонки. Прикрепляется по верхнему краю лопаточной ости к акромиону и к латеральной третьей ключице. Нижняя часть трапециевидной мышцы не настолько массивная. Она начинается от пятого до двенадцатого грудного позвонка. Прикрепляется на нижнем медиальном краю ости лопатки. При полном сокращении трапеции приводят лопатки друг к другу. При сокращении верхней части мышца принимает участие в подъеме лопатки. Также она хороший стабилизатор шеи. Также мышца способствует разгибанию шеи и верхнего грудного отдела позвоночника. Нижняя часть лопатки участвует в противодействии силе давления, идущей снизу. Малая грудная мышца Малая грудная мышца начинается от третьего, четвертого и пятого ребер. Мышца прикрепляется на клевовидном отростке. Основная функция малой грудной мышцы – опускание лопатки. Также мышца участвует в акте вдоха. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.